В этом слове победы пламя, поднимает Россия и Славя, Россия! В этом году на игры юных соотечественников приехали представители 46 стран. Основной ареной состязаний станет Красная Поляна, где подростки не только смогут показывать свое мастерство, но и пройдут углубленный курс изучения русского языка. Юным спортсменам, включая команду России, предстоит выступить в таких видах, как баскетбол, три на три, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и плавание. Впрочем, как говорят организаторы состязаний, главное это общение молодежи разных стран между собой и с юными сочинцами, которые займут зрительские трибуны. Мы всегда говорим, главная задача, наверное, это то, что каждый уедет в своих гаджетах, увозя по 50, может быть и побольше новых адресов и телефонов. Вот их общение, это, наверное, будет самый главный результат. В этом году список команд-участниц значительно расширился. Чтобы больше стран могли прислать свои делегации, организаторы были вынуждены сократить количество участников от каждой до 20 человек. Ребята готовились, они тренировались, и они ждут встречи со своими друзьями, с которыми они переписываются по интернету, сейчас очень много разных вариантов и возможностей, но никогда не заменят общение тесное с друг другом, глаза в глаза, за вкусным русским столом. Вот, это хорошо. Юных соотечественников ожидает обширная культурно-образовательная программа, экскурсии, диалоги на русском языке и вечерние посиделки у костра дружбы. Одним из первых мероприятий стало возложение цветов к мемориалу памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Спортсмены успели побывать и в Американской низменности, теперь гости познакомятся с красотами Красной Поляны. Со своей стороны должны показать Сочи, как и столицу зимних Олимпийских игр, не зря наш город называют и южной столицей, это уже знаковое место именно для наших соотечественников, поэтому мы показываем все, что достигли за последние годы, чтобы ребята убедились, что ту картинку, которую они видели по телевизору за рубежом, она не просто картинка, это реальность, к которой можно приехать и наслаждаться. Мы гордимся тем, что это важное мероприятие проходит именно в городе Сочи. Все участники видят, какие созданы условия для проведения международных соревнований такого уровня. И это и есть по-настоящему олимпийское наследие нашей страны. И, конечно, всю неделю юные соотечественники будут погружены в изучение русского языка, культуры, истории России. За каждой иностранной командой закреплен так называемый посол русского языка. После развала СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. 25 миллионов российских соотечественников в одночасье оказались за рубежом собственной страны. Эти игры призваны возродить утраченные связи, объединить людей, которые говорят на русском языке или изучают его. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.